Неприятный запах, плесень и насекомые. Эти прелести вот уже три с половиной месяца главные соседи жителей первого этажа дома номер 18 на улице Стасова. Всё из-за протекающей канализации, которая проходит аккурат под полом. Всё содержимое труб оказывается в квартирах. Куда только не обращались люди, но всё тщетно. С Нового года стали появляться, значит, у нас засоры в канализационной трубе. В управляющей компании «Рассвет» приезжала, пробивала. Но это повторялось и за дня в день. Большой потоп был в феврале. Мы тогда их ждали две недели. Они проехали, у нас, значит, по колено заполнилось в коридоре. У нас подвала нет, всё заполнилось по колено. Все этими нашими фекалиями, отходами. Вячеслав Александрович – инвалид третьей группы, почётный донор России и ветеран труда. Сам всю жизнь проработал сантехником, но помочь себе не в силах. Из-за постоянных подтоплений жильцы не могут сделать нормальный ремонт. А из-за насекомых сплошная антисанитария. Моют полы по несколько раз в день. У нас канализационные мухи, мошки, мокрицы, тараканы, двухвозки, крысы в конце. Ну вот всё, что есть, всё здесь есть. Ну сколько вот это вот травили, их морили, ну это всё. Но никто ничего не делает. Управляющая компания на водоканал, водоканал на управляющей компании. Они друг к другу ответственность перекладывают, а в итоге ничего нет. Они вообще не приезжают. Вячеслав вместе со своей женой обращались в Засвияжскую администрацию, управляющую компанию «Ульяновск водоканал». Бригада рабочих последнего приезжала на место, прочищала придомовой колодец. Но через несколько дней он вновь оказался заполненным. Водоканале отмечают, что засора нет и все линии работают в штатном режиме. А вот внутридомовую трубу должна обслуживать управляющая компания. Доявка поступила два дня назад, 13-го числа, в диспетчерскую службу Засвияжского РЭО. На место выехала бригада. Засор был устранен. Причина подтопления подвального или подпольного помещения неизвестна. Но, скорее всего, вызвана недостаточной герметичностью внутри подвальных инженерных сетей. Наши линии прочищены и работают в штатном режиме. В управляющей компании от комментариев не отказываются и заявляют, что с трубой все в порядке. А проблема кроется в забитой канализационной трассе. Возникает это по двум главным причинам. Первая – это то, что жители, скажем так, не по назначению используют данную канализацию. То есть выкидывают разные тряпки, какие-то другие вещи, которые в канализации быть не должны. Из-за этого происходит засор. И очень часто на этом участке происходит засор по причине того, что стоит канализационная трасса. То есть это не зона ответственной управляющей компании, а у нас занимается этим водоканал. Пока ответственные лица перекладывают обязанности друг на друга, жильцы утопают в содержимом канализации. Люди устали терпеть бездействие и обратились в жилищный надзор и прокуратуру. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.